Братья и сестры, вас тоже всех приветствую. Мы сегодня с вами продолжаем изучение послания к Ефесинам, 2 глава. Я прошу вас открыть эту главу, и мы прочитаем половину этой главы. С 11 стиха. Послание к Ефесинам, 2 глава, с 11 стиха. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовы, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устроя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом, посредством креста убив вражду на нем, и, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, «На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духа». Ну, я не знаю, насколько вы помните все, о чем уже рассуждалось при изучении вот этого послания. Ну, вот, позвольте хотя бы напомнить общую большую картину, которая нам с вами как-то поможет включиться вот в тот текст, где вот мы с вами остановились. Ну, это уже вторая глава послания, и в прошлый раз остановились вот на 15 стихе, вторая половина стиха, то есть именно отсюда мы с вами начнем наши, с вами продолжим наше изучение. Первая глава, это вот апостол Павел, он прославляет Бога, то есть это два предложения, первая глава – это два больших предложения. И вот, ну, основа, да, это вот прославление Бога и молитва Павла о людях, вот, которым он пишет это послание. Вторая глава – немножко другая тема, немножко другие рассуждения. И вот, знаете, вот апостол Павел, как бы вот после хвалы, после славы, он, ну, как бы переходит к тому, чтобы напомнить людям, вот, кем мы были без Христа. Вторая глава показывает нам людей, которые без Христа, то есть вот это вот страшное положение человечества без Бога. И Павел говорит, это нужно помнить, вот мы именно с этого с вами начали, помните, что вы некогда язычники. Вот помнить для того, чтобы, ну, в сердце всегда была, грелась хвала и благодарность Богу. А вот вторая глава еще можно в общем посмотреть, это картина или биография. Вот один из комментаторов, он так очень интересно посмотрел, говорит, посмотрите на вторую главу, как на биографию верующего человека. Биография вот того, как человек обращается к Богу. Ну, вот, то есть, вот что происходит с человеком, когда благодать Бога входит в нашу жизнь и делает нас новым творением. То есть вот именно этому посвящена вторая глава, это картина обращения человека к Богу. То есть мы с вами можем увидеть, вот, изучать природу христианского опыта, вот как мы обращаемся к Богу, что происходит с нами, что происходит, вот, ну, что говорит нам Писание. Вторая глава состоит из двух частей, и в каждой из этих частей говорится о том, что Бог делает для человека. То есть два основных действия Павел напоминает, вот, обсуждает и открывает для нас с вами, два основных действия Бога для обращения человека. Первое действие – это оживотворение или воскресение из мертвых. Вот эта первая часть посвящена именно этому, что мы были мертвы по преступлениям и грехам, и нас Бог оживотворил. То есть, ну, вот, заканчивать мы с вами будем, очень прекрасные слова апостола Павла, строение, храм, жилище Божие Духом, то есть место, где живет Бог. Но вот с какого материала начинает работать Бог? С каким материалом начинает работать Бог, чтобы построить храм? И Павел говорит, он начинает работать с мертвыми, с мертвыми, и вот потом производит свое действие. И второе основное действие, ну, сегодня как-то вот с Игорем у нас одни мысли, второе основное действие – это примирение. То есть вся вторая половина, второй главы, она посвящена примирению. И даже вот это вот примирение тоже делится на две части. Первое – Павел говорит о том, что примирил нас Христос с Богом, и примирил иудеев, и язычников. То есть это тоже вот немножко большая картина этой главы. И вот как раз-таки наше с вами сегодня время, наше с вами изучение будет сосредоточено на втором действии Бога по отношению к нам – это примирение. То есть что Бог сделал для того, чтобы у нас с вами был мир. Давайте мы немножко прочитаем стихи, чтобы включиться. Прочитаем 14 стих, 15 стих и 17 стих. Это то, что эта глава говорит о мире. Итак, говорится об Иисусе Христе. Он есть мир наш. Иисус Христос есть мир наш. А 15 стих – самые последние два слова, что Он создает нового человека, устроя мир, или строя мир, устанавливая мир. Итак, Христос – это мир наш. Христос устанавливает мир. И 17 стих – тоже очень интересное действие Господа. Он благовествует мир. То есть опять вот мы с вами вторую часть служения будем говорить о мире. Сегодня у нас получается тематическое служение. Служение, которое посвящено миру человека с Богом и миру нашему друг с другом. Ну вот в прошлый раз остановились на 15 стихе. И вот нужно закончить этот стих. Вот эта вот фраза. Ну давайте весь стих прочитаем. «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устроя мир». А вот осталась мысль, которую нужно нам с вами увидеть опять. Это вот именно то, что Павел говорит о создании одного нового человека. То есть вот Павел говорит, что Христос упразднил вражду. Мы с вами посмотрим, что это была за вражда. Но вот основное, на что мы с вами хотим ответить, изучая вторую половину этого стиха, это «что за новый человек, которым говорит Павел?» Или «что за новый человек, которого создает Господь и Иисус Христос?» Если вы помните, апостол Павел обращается к читателям следующими словами. Это один из стих. Мы начали наше чтение с этого стиха. «Помните, что вы некогда язычники». То есть основное направление, ну вот основное обращение Павла именно к язычнике. То есть очень детально обсуждается вопрос отношений именно язычников и иудеев. Вот что же происходило между язычниками и иудеями? Игорь немножко отметил. Ну вот посмотрите, что текст нам говорит. Первое, Павел говорит, что была преграда. Между иудеями и язычниками есть преграда. Это 14 стих. И больше того, 15 стих написано, что между язычниками и иудеями есть вражда. Итак, язычники и иудеи – преграда и вражда. А причина вражды и причина преграды, она очень интересна и как-то, может быть, даже не сразу вложится в наше с вами понимание. Оказывается, причиной вражды – это предписание закона. Это предписание закона, именно те предписания, которые выделяли иудейскую нацию. Вот Павел так нам с вами говорит, что Христос упразднил закон заповедей, выраженный в обрядах. То есть закон Христос не упразднил, но вот обряды, которые касались или выделяли именно иудейскую нацию, Господь упразднил. Ведь теперь многое, о чем говорит книга Ветхого Завета, нас с вами не касается. А именно обрезание, которое так сильно выделяло иудейскую нацию, жертвоприношение, нас сегодня это не касается, деление пищи на чистую или нечистую. То есть предписания закона Моисея носили временный характер для определенной группы людей и в определенном месте. Ну вот давайте попробуем, ну как-то поближе это принести к нам. Если говорить о преграде между иудеями и язычниками или о вражде, попробуйте себе представить вот Ближний Восток. Вот именно Ближний Восток, Израиль и страны вокруг этого государства, Израиль. А вы можете себе представить, что государство Израиль было в конце 40-х годов образовано, что именно с того времени весь мир, весь мир, вот именно вся земля, многие страны, они пытаются установить мир между арабами и евреями. Возможно ли это? Невозможно. Этот мир между иудеями и язычниками невозможен. Что только там уже не предлагалось, какие-то президенты только там не были, какие программы только там не предлагались. Нет мира между иудеями и язычниками. И опять вот причина вот того, это именно то, что выделяет иудеев как нацию. Очень сильная армия, очень сильные смелые люди, да, то есть как-то вот они все-таки стоят. Но опять немножко еще ближе к нам с вами. Вам когда-то приходилось видеть, ну вот, настоящих живых религиозных иудеев? Может где-то в Нью-Йорке или может быть в больших городах, обычно они есть. У них одежда, да, особенная, обращали внимание, покрывало, может быть косички, шляпы. Они вообще очень, их можно сразу заметить, в аэропорту можно часто увидеть, да, именно иудеев религиозных. То есть вы посмотрите, вот именно внешний вид человека, он как-то вызывающий, не так ли? То есть они вот всем своим видом показывают, мы не такие, как вы. Или вот всем своим видом они нам с вами говорят, у вас этого нет. У вас нет закона. У вас нет приписаний, которые касаются нас с вами, нас евреев как нации. Ну а с другой стороны, если поставить себя на место язычников, мы с вами можем сказать, послушайте, а нужно ли это нам? То есть вот эта вот вражда между иудеями и язычниками, она существует. Не только вот в государстве Израиля, но вот встречаясь с религиозными иудеями, мы все с вами это видим. Итак, что же делает Господь? А что же делает Господь? И Павел говорит, что Он упразднил вражду плотью Своею для того, чтобы создать себе самому одного нового человека, устрояя мир. То есть Господь создает нечто новое. То есть уже нет иудея и уже нет язычника. То есть говорится о новой человеческой, ну раз, если можно так выразиться, то есть особое новое единство во Христе, которое устраняет национальную вражду между евреями и язычниками. То есть Писание на это делает очень сильный акцент. То есть уже нет иудея и нет язычника. Немножко больше Писание говорит нам, оказывается, нет мужского пола и нет женского пола. Именно вот в Господе, вот именно новый человек, а есть особое новое единство во Христе, где вот эти вот национальные различия, половые различия, они теряют свою ценность. То есть в Господе, вот мы с вами, как церковь, это новое, новое творение. Именно вот об этом говорит нам апостол Павел. Создание нового человека, где уже нет иудея и язычника. Поэтому наше с вами понимание жизни, оно как-то, знаете, должно иметь именно такое основание. Мы являемся частью нового творения, созданного Иисусом Христом. Христос – это родоначальник нового творения, вот теперь Он глава, и вот все это происходит только в Нем. То есть только под покровом Его тела возможно мирное существование иудеев и язычников. Ну вот немножко еще одна иллюстрация из Писания, очень интересная. Ну, того, как вот происходит вот примирение иудеев и язычников именно на пути к Богу. Два человека давайте с вами вспомним. Одного самого из Писания, самого религиозного иудея вспомним, и самого грешного грешника вспомним. Никодим и женщина, которую Господь встретил около колодца в Самаре. То есть с одной стороны Никодим, да, посмотрите, ну, прекрасный человек, иудей, религиозный человек, человек, знающий закон, учитель закона. Ну вот так, смотря на него, можно сказать, вот если, вот насколько возможно приблизиться к Богу, этот человек приблизился к Богу. С другой стороны, давайте посмотрим женщину из Самарии, у которой было там четыре мужа, да, жила с пятым человеком. То есть можно тоже говорить об этой женщине. То есть вот насколько далеко можно уйти от Бога, она ушла. То есть две крайности. Один человек ближе к Богу, другой человек далеко от Бога. А какой путь твой другого? Одинаковый путь, не так ли? То есть Никодиму Господь говорит, ты должен родиться свыше. Немножко другими терминами, да, немножко другими словами Господь разговаривает с женщиной. И Он тоже ей говорит, что тебе нужна живая вода. Это я вот, ну, как живая вода, которой у тебя нет, которой ты просила бы, если бы знала. То есть вот именно так происходит примирение иудеев, и язычников. То есть теперь и те, и те, мы имеем доступ к Отцу именно в одном духе. И все это благодаря нашему Господу. Ну, еще вот несколько мыслей отмечу о примирении. Это очень интересное понятие в Священном Писании. Примирение – это установление мирных отношений между Богом и человеком. Ну, вот есть особенность. Вы знаете, Священное Писание никогда не говорит, что Бог примирился с нами. Писание, наоборот, говорит, что мы примирились с Богом. Или Бог примирил нас с собой. То есть акцент именно на этом. Вот некоторые тексты. Мы, будучи врагами, примирились с Богом. То есть мы примиряемся с Богом. Или с посылания к Эминфинам Игорь читал этот текст. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой. То есть мы нуждались в мире. И наши грехи, они произвели разделение с Богом. Еще одна деталь в мире о примирении человека с Богом, это когда произошло это примирение. Опять в послании к Кремлянам Павел говорит, что Христос умер за нас, когда, братья и сестры? Когда мы были грешниками. То есть у нас не было мысли о мире. Мы не думали о мире с Богом, мы не искали Бога, ничего не интересовало нас о Боге. И вот Писание отмечает и говорит, что Христос умер тогда, когда мы были еще грешниками. То есть мир был достигнут тогда, когда мы об этом мире не думали. То есть ну как-то не касается даже нас с вами. Хорошо, Бог садил его примирение в смерти Христа, когда мы были грешниками. И вот это конец 15 стиха. Создание одного нового человека, устрояя мир. То есть новый человек, это церковь Господа Иисуса Христа, это его тело, вот в котором уже нет национальных различий. Нет, ну как Писание, некоторые тексты говорят, нет мужского пола, не женского, нет варвара, нет скифа, раба свободного. То есть все и во всем Христос. Это новый человек, о котором говорит нам апостол Павел. И мы с вами часть этого нового творения. Нам это очень важно понимать. И я думаю, братья и сестры, вот эти многие вопросы, которые, конечно, касаются нас с вами, там национальности, вопросы национальности, это очень важно понимать, братья и сестры, чтобы не внести вот эту вот вражду под покров церкви. Писание говорит, что Иерусалим, он матерь всем нам. То есть моя мама, может быть, русская здесь, да, или какая-то другая национальность, но Павел говорит, когда мы в Господе, у нас мать Иерусалим. То есть национальных преград между нами не должно быть, не должны возрастать эти национальные преграды, то есть это перед Господом грех. Хорошо? Ну и следующее, очень интересное, что уже обратили внимание, 17 стих, придя, это опять о Господе, написано, Он благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Еще одна очень интересная деталь о нашем Господе, Он не только наш мир, Он, оказывается, еще и проповедник. Представьте себе, Он проповедник, которого слышали читатели послания Павла. Посмотрите, как он интересно говорит, что Он пришел и благовествовал мир кому? Вам. То есть те люди, которым пишут, они жили намного позже Христа, не намного, но на какое-то время позже Христа, и все-таки Павел говорит, вы Господа слышали? Вы слышали проповедь Христа о мире? Он возвестил, благовествовал, принес вам мир. Ну вот, изучая Евангелие, мы с вами действительно замечаем, что у Христа была проповедь о мире. Христос проповедовал о мире. Но когда Он проповедовал о мире, очень интересный вопрос, то есть когда Господь начал проповедовать о мире? Некоторые ссылки я напомню. Он начал проповедовать о своем мире после воскресенья. Помните, когда Он всякий раз являлся перед учениками, первые слова были «Мир вам». То есть это было не просто приветствие, как у нас с вами, «Мир вам». А у Него это было благовестие, это была проповедь, это была проповедь, возвещение мира апостолам. Но опять, посмотрите, наш с вами текст Писания говорит о том, что вот опыт слышать Христа, благовествующего о мире, это был опыт читателей этого послания. То есть, если они слышали Господа, проповедь Господа о мире, а скорее всего, сегодня мы с вами слышим проповедующего Господа. Как же это происходит? Конечно, я думаю, вы догадываетесь, это происходит через проповедь проповедников. То есть, сегодня, когда верные проповедники Слову проповедуют Божье Слово, сам Христос говорит через них. Вот есть несколько стихов, несколько библейских текстов, которые можно вспомнить. Римлянам 10.14. Павел спрашивает несколько вопросов, задает несколько вопросов. «Как призывать того, в кого не уверовали?» Или «Как веровать в того, о ком не слыхали?» «Как слышать без проповедующего?» «Как веровать в того, о ком не слыхали?» Ну вот опять здесь говорят, что язык оригинала очень интересный. И вполне возможно вот эту вот фразу перевести следующим образом. «Как веровать в того, кого не слышали?» То есть, опять Павел напоминает и говорит, что Христос проповедует. То есть сегодня, вы знаете, вот служение нашего Господа, оно продолжается. Продолжается через служение проповеди в церкви. Ну, поэтому и мы с вами сегодня слышим Господа Иисуса Христа, который благовествует людям о мире с Богом и который призывает людей к миру друг с другом. И так сначала наш Господь установил мир смертью на кресте, а потом Он проповедовал этот мир, благовествовал и возвещал этот мир. И последняя мысль это 18 стих. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. То есть, если примирение это действие, которое произошло только один раз, посмотрите, Павел немножко говорит нам то, что благодаря примирению были достигнуты длительные взаимоотношения. Павел говорит, мы теперь с вами имеем доступ к Отцу. У нас Он есть. И Он нам нужен очень часто, нужен очень много. Имеем доступ к Отцу. То есть, протяженность во времени. Доступ к Отцу нужен всегда. Говорят, чтобы понять вот это выражение, доступ к Отцу что такое, но нужно, допустим, вспомнить книгу из Ферии. Помните, как она хотела найти доступ к Царю? Как она переживала о том, чтобы прийти пред лицо Царя? Ведь ей угрожала смерть, если Царь скажет «Я тебя не звал». Не так ли? Вы знаете, вот Писание, вот именно этот образ подчеркивает нам, говорит человек или группа людей, которые собираются для того, чтобы встретиться с Царем. Но Павел, посмотрите, не пишет, что это доступ к Царю. А кому это доступ? К Отцу. То есть, немножко другая мысль, ближе мысль. Это не доступ к Царю, а это доступ к Отцу. То есть, вот так вот мы с вами получили доступ надежный, еще немножко дальше, Павел говорит, мы имеем дерзновение, надежный доступ через веру в нашего Господа Иисуса Христа. Ну и закончим наше с вами изучение вот этим вот вопросом. У нас есть доступ, надежный доступ, и Писание говорит, что у нас есть дерзновение, как часто мы приходим к Отцу. Вы знаете, вот поскольку Писание говорит о мире между людьми, то есть, для Господа очень важно, когда мы собираемся вместе. Да, вот доступ к Отцу, вот как часто мы приходим к Отцу вместе во время богослужения, как часто мы приходим к Отцу через общение друг с другом. Я думаю, для нашего Господа это очень важно. Итак, мы с вами закончили 18 стих. Пусть Господь поможет нам. Дальше. Аминь.